К уникальным документам регионального значения из фондов Государственного архива Ульяновской области теперь отнесено 38 документов. Экспертно-проверочная комиссия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области одобрила включение в реестр книгу о сооружении Симбирского кафедрального собора усердием и иждивением Симбирского благородного дворянства, воздвигнутого, датированную 1832 годом. Перед нами книга в бархатном переплете, почему ее иногда и называют бархатной книгой с легкой руки краеведа Бориса Васильевича Оржанцева. Это рукописный фолиант размером 27 на 39, толщиной около 5 сантиметров, с золотым срезом и 112 листов. Эта книга родилась как памятник участию симбирян в Отечественной войне 1812 года и победе над Наполеоном. В 1815 году губернатор Николай Дубинской предложил увековечить победу возведением храма. В закладке «В будущий храм» в 1824 году участвовал император Александр I. Но чтобы построить огромный храм, требовались большие финансовые вложения. Учреждается специальный комитет во главе с предводителем дворянства князем Михаилом Петровичем Боротаевым. И они решили, что необходимо завести особую книгу, это было решено 13 января 1826 года, куда заносить все имена пожертвователей, чтобы потом эта книга хранилась в соборе. Лишь в 1832 году была создана эта особая книга, которую сейчас мы видим в архиве. В этом же году была создана Симбирская епархия, и в мае в Симбирск прибыл первый архиепископ Симбирский Созранский Анатолий. Ему и вручили эту книгу. По словам архивиста, она примечательна тем, что в ней подробно расписано, как велось строительство, какие материалы и в каком количестве использовались, вписаны все фамилии жертвователей. Как отметил архивист подобных книг, ни по одному храму нет. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Ирина Антонова, Александр Кудряшов.